Привет, дорогие друзья! Грустная тема. Не получая ничего взамен, получая только одобрение реформам, похлопывание по плечу и так далее, good boy, вот эти вот все эти вещи, Украина продолжает стелиться. Но не Украина, а те, кто ее временно представляют. В частности, министр иностранных дел Кулеба. Я должен заметить, что Кулеба, кстати, на днях помог выехать из Украины во Францию некой Янине Соколовой, пропагандистке Порошенко, вы помните, да, сейчас она такая, пытается переформатироваться немножко, и там будут какой-то показывать никчемный фильм, вот, неизвестно кому это надо и так далее, да, но соберутся какие-то 10 человек, скажут, о, состоялся показ, как обычно. Фишка не в этом. Фишка в том, что МИД Украины помогает выехать пропагандистам в то время, когда обычные рядовые украинцы выехать из Украины в Европу не могут. Я просто хотел подчеркнуть. Ну, а теперь, Кулеба, мы не против, если британские десантники останутся в Украине. Мы не против, чтобы учения с участием британских военных проводились чаще, особенно в южных регионах Украины. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку. Я даже больше всего скажу, если они даже пойдут там и трахнут всех жительниц Николаевской области, да мы тоже не будем возражать. Если они там и далее, куда хватит просто воображения, да мы не будем возражать, мы же уже, блин, у нас же уже нет субъектности вообще, да. Ну, а что там? Когда я был послом по особым поручениям, по вопросам стратегической коммуникации, самое тесное взаимодействие по вопросам борьбы с российской дезинформацией у нас было именно с британскими партнерами. И насколько это нам помогло и что же нахрен имеется в виду? Давайте посмотрим. 16-й год. Британцы выделили в 2016 году 101 тысячу фунтов стерлингов на увеличение влияния StopFake на общество в Украине. Я скажу так, многие могут воспринять это как шутку, потому что, если вы думаете, что StopFake загнулся еще в 2014 году, как только он начался, так нет. На него продолжают выделять деньги европейских налогоплательщиков. Вы, возможно, думали, что их уже нет. Вот сейчас заходим на Social Blade и смотрим. У них 3000 просмотров, 3000 просмотров за месяц. Что такое 3000 просмотров за месяц? Это приблизительно первые полторы минуты на моем канале. Вот это вот видео, допустим. 3000 просмотров будет в первые полторы минуты, а может быть даже раньше. Может быть в первую минуту сразу будет 3000 или 5000. Суть не в том, что я такой крутой. Суть в том, что если бы мне выделялись средства, которые выделяются вот этим вот всем, возможно, там было бы не 3000 просмотров в минуту, а, блин, 33. Вы понимаете, в чем фишка? Потому что это там возможность продвижения и так далее. Давайте же посмотрим их выпуск. Вот один из последних. Касается он украинской Википедии. Черный список Википедии пока насчитывает 26 позиций, среди которых как украинские издания, так и российские СМИ. Интересно, что в список вошли телеканалы из орбиты путинского кума Виктора Медведчука. Ньюзван, Зики, 112 канал. Это они рассказывают, вы поняли уже, о чем об этом позорище. Вот этой долбаной помойки, которая называется еще по ошибке Википедия, украинская. То есть нигде в других Википедиях вы такого треша, грязи, мерзости, фейков и манипуляций не найдете. Они рассказывают, что это позитивно и показывают это животное, которое является представителем украинской Википедии. Если это джерело публикует фейковую информацию, пропаганду и манипулирует фактами, в таком случае его использование должно быть ограничено. Вот это животное решает, кто манипулирует фактами. Вы читали украинскую Википедию? Помните, я вам зачитывал? Да, там ад. И вполне прогнозируемо, некоторые издания из этого списка обиделись на Википедию и начали поливать ее грязью, обвиняя в предвзятости и даже симпатиях к Гитлеру. Просто дело в том, что они обиделись и начали поливать грязью. Но не говори Википедию, говори украинскую Википедию. Долбаную, помойку, позорище. Теперь, как они начали поливать грязью. Из раздела Гитлер и Украина. Следует, что фюрер был едва ли не меценатом украинского искусства. Также указывается, что Гитлер был благотворителем и в годы Голодомора направил украинским немцам тысячу марок. При этом ни одного слова о том, как гитлеровский режим развязал геноцид украинцев. А на самом деле не рассказано о том, сколько в результате прихода этого мецената в Украине погибло людей. Также непонятно, что делает в разделе о Гитлере и Украине факт изучения фюрером английского и французского языков. По всей видимости, для того, чтобы показать, какой он все-таки был супер образованный человек. Они всерьез запихнули в украинскую википедию рассказ о том, как Гитлер помогал украинцам во времена Голодомора. Особо он потом помогал украинским селам, которые навсегда остались пеплом. И самый трэш, что вот это вот дерьмо собачьих поддерживает Британия. Смотрите-ка, Борис Джонсон отлично осведомлен обо всем, что происходит в Украине. В условиях, когда Россия продолжает свои усилия по дестабилизации Украины, в оккупации Крыма, тра-та-та, Великобритания должна помочь прокладывать путь к обеспечению светлого, стабильного и процветающего будущего в Украине. Вот почему мы продолжаем оказывать поддержку, которая поможет Украине развить прогресс. Прогресс, достигнутый с 2014 года и ключевые реформы со временем. Мы делаем все это, потому что это важно для будущей безопасности и процветания Украины. А также потому, что важно для отстаивания наших европейских ценностей. Финансирование предоставит практическую поддержку, укрепление суверенитету и устойчивости Украины. Сохранит импульс реформ. Он включает в себя помощь проектам в Украине, направленным на дальнейшее реформирование институтов страны. Великобритания ведет новаторскую работу на Украине по борьбе с российской дезинформацией. Вот это вот они борются с российской дезинформацией. В итоге, украинская Википедия. Друзья, кто подписан на канал, те уже читали. Вот что-то наподобие, они там писали еще, что педофил я и так далее. Это в Википедии написано, да? Вот. Но кто не подписан, те подписывайтесь, чтобы знать больше. Смотрите, по оценке ТСН, занимается распространением антиукраинских фейков и продвижением пророссийской идеологии. Ну, оценке ТСН, мы же не будем им доверять. По информации украинских СМИ, политиков, СБУ и Комитета освобождения политзаключенных ведет пророссийскую пропаганду с дискредитацией Украины и ее символов. Ряд украинских ресурсов считают деятельность шария украинофобской и пропагандистской. По мнению Бориса Филатова и Антона Герасченко, шарий завербован ФСБ ОКОК. Похожее мнение высказал заместитель гендиректора телеканала АТР Айдер Муждабаев, который назвал шария главным пропагандистом и преступником Кремля. По информации 24 канала, регистрация Андрея Клюева и Анатолия Шария на украинских парламентских выборах 2019, это стратегия, управляемая из Кремля. А отрицательно относится к шарию Петр Порошенко. По мнению Атара Довженко, он использует тонкие методы, которые часто перекликаются с российской пропагандой. По мнению Юрия Мельника, доцента кафедры зарубежной прессы Львовского национального университета, шарий, блогер с ярко выраженным пророссийским креном. В интервью 2018 года украинский блогер Андрей Карпов утверждал, что российская поддержка Анатолия Шария такой же мысли придерживается ветеран АТО Маруся Зверобой. В 2020 комитет избирателей Украины поставил деятельность Шария на 8 место в рейтинге спекуляций на тему коронавируса. Это когда мы начали листовки раздавать о том, как не заболеть. 23 июня 2020 года главный редактор Цензорнет Юрий Бутусов высказался о деятельности партии Шария, назвав ее Шарик Югендом. 5 июля 2020 года журналист издания Детектор Медиа Ярослав Зубченко высказался о влиянии Виктора Медведчука на Шария. По его мнению, Шария в украинском медиапространстве стала нарицательным. Тюремный жаргон, откровенное подыгрывание России, уровень наглости. Вот за это дерьмо собачье, замешанное на просто космической какой-то пропаганде, несут прямую ответственность пидоры из Великобритании, которые спонсируют вот этих вот ублюдков. И теперь, после всего этого, говорится, они нам очень сильно помогли, помогли бороться с дезинформацией. И теперь мы не против, чтобы они еще и военные базы разместили. Реально, жену свою предоставим в аренду. Поэтому это уже факт о том, что сначала всегда первое правило стратегического партнерства и политическое, это учения любого рода военные. Далее идет, соответственно, уже стратегическое и тактическое размещение уже полноценных баз. Слушайте, если мы будем размещать военные базы, уже вот так вот, да? Мы готовы, давайте. Это не то, чтобы бесплатно, они же доплатить готовы. Я же говорю, еще девок поставлять этим военным. Давайте уже тогда внесем в Конституцию, что мы колония. Колония, только надо выбрать чья, да? Британия думает, нифига себе, все колонии растеряла, а тут раз такая... Ця заява, она так синхронно прозвучала від пана Кулеби с визитом Володимира Зеленського до Великой Британії. Все продумано. Реально. Зеленський отправляется в Британию. И Кулеба делает такого рода заявление. Мы готовы разместить у нас военные базы. Это не просто так. Дело в том, что теперь вот это вот желание размещения военных баз, ляпнутое Кулебой, будут выдавать за мнение народа. Как будто бы это мнение всего украинского народа. И страстное желание. Всегда какого-либо саммита, всегда должен был посыл. Старая школа дипломатии, в данном случае подтверждающая намерение страны в лице ее президента или главы парламента, подтверждающая желание как бы народа о том, что это является желательным нам. У вас никто не спрашивал? Да вы покопайтесь в себе. Может быть как-то внутренне у вас спросили. Может вы не заметили этого просто. Но самое важное и самое плохое то, что такого рода заявления делаются на фоне абсолютно отсутствия какой-либо взвешенной политики в отношениях с иностранными государствами и отношения к каким-либо блокам. Ну кроме заявления НАТО наша перспектива. Не то, что нет взвешенной политики, а есть просто метание. Как нам еще понравится вам, белые господа? Да господи, ну как же можно, Салана, себя не уважайте. Вороватые уроды. Но зачем народ выставлять какими-то просто шестерками? Это же ненормально, неправильно. Ни одно уважающее себя государство так не ведет себя. Вот спрашивают у депутата от слуг народа. Но я делаю скидку на то, что у Днепропетровской области может быть более-менее адекватный. Он говорит однозначно, что нет. Я заявил в интервью для Би-Би-Си. Я могу сказать, что будь-який иноземный солдат на территории суверенной страны это не очень хорошо. Не очень хорошо. Не, это очень не хорошо. И тут самое время почитать цитату, как сказал Кулеба. Би-Би-Си Ньюз Украина. Кстати, нашим читателям очень понравились учения с участием британских военных в Николаевской области. Были даже призывы, чтобы их проводили чаще. Особенно в южных регионах Украины. И на это Кулеба ответил. Мы не против. Если они там десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. Ты, может быть, Кулеба, возражать и не будешь. Возможно, будут возражать другие люди, у которых по обыкновению никто ни хрена не спросил. Ну а вот эти вот обороты Би-Би-Си нам пишут. Мы такое проходили в 70-х годах уже. Ну мы не проходили, но можем почитать, как это было. Нам пишут. Вот смотрите, письма. Люди просят, пожалуйста, давайте мы на дое увеличим еще в 5 раз. Ну что ж, ладно, люди ж просят. Вы людей должны спрашивать, как минимум на референдумах. Долбанная колония. Ну иначе не назвать. Пока.